Настоящие и будущие российские ракетно-космические отрасли. Обсуждаем эту тему в понедельник в программе «Арсенал». У нас гостят член военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Николай Моисеев. «Арсенал» в понедельник после 22 часов. В центре событий — это Москвы. Реклама. Удача для каждого звучит по-разному. Так или так. Для покупателей «Форд» удача звучит так. «Форд» расширяет границы и представляет новые условия акции «Водительский капитал». Теперь вы можете приобрести «Форд Фокус» по цене от 565 тысяч рублей, а «Форд Мондео» от 769 тысяч рублей. Не упусти свою удачу! Акция действует до 31 декабря 2013 года. Подробности у официальных дилеров и на «Форд.ру». УАО «АКБ-Связьбанк» представляет специальное предложение для состоятельных клиентов. С 1 ноября при открытии вклада в рамках данного предложения вы получаете премиальную кредитную карту Visa Infinite. Visa Infinite создана для клиентов, которые любят комфорт и ценят время. УАО «АКБ-Связьбанк» входит в группу «Внешэкономбанка». Условия предложения на сайте «Связьбанк.ру» или по телефону 8 800 200 ровно 2303. Лицензия Банка России номер 1470 от 17 августа 2012 года. Слушайте по будням в 8.42 специальную программу «Место встречи», представленную туроператором ДСПВ. «Бабуль, а я этого человека на переезде и вчера, и позавчера видела. Ходила, зирался, а теперь коробку какую-то к рельсам тащит». «Дед, иди разберись, что этот тип тут делает». «Не надо, бабуль, я уже позвонила». «Ах, позвонила?» «И правильно сделала. Один ваш звонок может помочь спасти многие жизни. Позвоните 02». «Реклама на эхе». «Съел их». «Съел их». Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Программу «Особое мнение» сегодня веду я, Александр Плющев. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, у кого какое время. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Это номер СМС, по которому можно прислать вопросы для нашего сегодняшнего героя программы «Особое мнение». Михаил Виллер, писатель у нас в студии. Добрый вечер. «Здравствуйте и побеждайте». «Давайте начнем». Хорошо. Для того, чтобы побеждать, ну, нужно кого-то одолеть. И вот такое впечатление, что между Россией и Украиной есть какая-то такая борьба. Может быть, на найских мальчиков, может быть, борьба, не знаю, какого-то иного рода. Потому что каждый день приходят те или иные новости о российско-украинских взаимоотношениях. Практически каждый день. И в последнее время они вообще носят довольно загадочный характер. Тут, оказывается, у нас украинский президент побывал инкогнито. Инкогнито. Да. А теперь так как-то, ну, да. Вступил в марганатический брак. Да, приезжал. Приезжал. Было дело. Вот. То «Нафтогаз» перестал у «Газпрома» закупать с восьмого числа и так далее. Что происходит глобально? Как вы думаете, как вам видится? Насколько мы можем с вами видеть? Вы можете видеть. Вот, представляете, насидел бы на моём месте серьёзный человек и давал бы серьёзные ответы. Насколько я понимаю, знаменитые из высказываний Наполеона, «Ей же, чёрт возьми, вещи, о которых не говорится вслух», в полной мере относятся к газово-нефтяным отношениям между Россией и Украиной едва ли не в первую очередь к той тайной кампании-посреднику, через которую переталкиваются деньги за нефть и газ и обратно, и которая, согласно слухам, года три назад такой выхлоп, хлопок такой произошёл, что там устав чуть не 10 тысяч долларов зарегистрирован, неизвестно кого в Швейцарии, понятия не имею. На улице говорили. Вот в бане болтали, хотели шайкой ударить, но в тумане было не разобрать. Вот про эту кампанию не полагается упоминать вообще. Про её владельцев, то есть, простите, бенефициаров, или как-то конечных бенефициаров, не полагается упоминать вообще. Правда, я их и не знаю. Таким образом, нам не полагается знать, и вам, уважаемые радиослушатели, не полагается знать, в чём там дело. В чём надо, то и дело. Это труба, кого надо труба, это нога, кого надо нога, но Европа и США оживлённо обсуждали эту новость якобы, но они на что только не пойдут, чтобы нас опорочить, что Путин предложил Януковичу 10 ярдов, ярдов это не 91 сантиметр, это миллиардов долларов, или евро, понятия не имею, для того, чтобы Украина не ходила в Европу, а ходила на борт, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Была вместе с Россией в таможенном союзе, деньги серьёзные, Янукович подобрел, понятия не имею, так ли это, потому что, когда нет информации, в народе самозарождаются сулуцы, такие симулякры политики, которые всегда легко опровергнуть. Я думаю, что у хлопцев с пацанами это называется большой бизнес. Хорошо, тогда давайте к нашим событиям, к внутренним. Вот тут очень много сегодня, кстати, вопросов от радиослушателей, от посетителей нашего сайта, и можно задавать вопросы и сейчас, плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять, а также твиттер-аккаунт вызван. Ну так вот, один из этих вопросов, заданных на сайт, такой. Красноярск выиграл право на проведение зимней универсиады. Как долго мы еще будем говорить нашу слушателю, как долго мы еще будем во времена, когда есть мировой кризис, оплачивать, значит, вот эти расходы из своего кармана? Как долго мы еще будем затягивать пояса? Ну и так далее. Спасибо, что вам затягивают пояса, а не петли на шее. Во всем нужно видеть хорошую сторону. Смотрите, давно было отмечено многими классиками русской литературы, что пить дешевле, чем одеваться, обуваться, питаться и учиться. Это было в те времена, когда было дешевле. Мы в советские времена Чернышевскому удивлялись страшно, потому что все знали, что пить дороже. А в девятнадцатом веке... Подожди, что... Да. Так вот, и сейчас дешевле проводить универсиаду, чем, например, строить заводы, дороги и так далее, и так далее. Заводы строить можно, и даже есть, что им выпускать, и есть, кому это потреблять. Но, может быть, тогда удастся меньше и труднее красть деньги. Вот, понимаете ли, и все. Надо чем-то гордиться. Мы уже вернулись к тому девяностому году, когда герои незабвенной кинокартины Эльдара Рязанова, гениального советского режиссера, пели «Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем». Тогда, по сравнению с нынешним, мы еще и пахали и сеяли. Вот сейчас действительно не строим, мы гордимся уже не общественным строем, мы гордимся своей историей, гордимся своим особым путем, и гордимся колыбелью многонациональной всех народов, на просторах Родины бескрайней, гордимся царизмом, коммунизмом тоже гордимся, хотя с оговорками, гордимся татаро-монголами, гордимся древними... гордимся всеми абсолютно. Вот универсиады очень полезны для гордости, остальные подождут. Вот и все. Это проще, чем приводить в порядок и экономику, политику, мораль, строительство, раздавать всем квартиры, повышать зарплаты врачам и учителям. Это гораздо проще. Тебе плохо, фигня, зато гордись со всеми вместе. Кроме того, эта гордость объединяет бомжа с олигархом, потому что это все наше. Хоть ты бомж, хоть ты олигарх, это все наше. Это прекрасная, простая, извечная, лобовая политтехнология. Скоро придумают еще что-нибудь. Когда кончатся все универсиады, будут проводить, например, таракань и бега или соревнования на крысиного короля смешанное единоборство среди грызунов. Так, хорошо. Раз вы уже упомянули царизм, давайте о царизме и поговорим. Тут Блэк Ворон в очень забуалированной форме, я не сразу понял этот вопрос, но уверен, что для вас он не составит никакого труда. Как вы относитесь к массированно продавливаемой идее на нашей шее еще и наследников Гольштейн Гатторбской династии посадить? Вы знаете, был бы шея есть хомут, как писал немецкий писатель фон отдельно Визин отдельно, а на самом деле русский писатель германского происхождения, который стал писаться фон Визин в одно слово. Мы этих Гольштейн Гатторбских на фоне всего происходящего и не заметим. Там уселась такая куча пацанов, они так плотно пристроились, у них так оттянуты карманы, что туда можно еще пяток, туда всех гагенсолернов можно посадить, и мы не заметим, бурбонов откопать, вот не тех, которые американские виски, а тех, которые Геннер IV и так далее, и так далее. А на самом деле они немного сошли с ума. То есть, как только начинает возникать недовольство типа, где наши деньги? Почему людей, которые пострадали на краю империи, везут лечиться в Москву? Почему в Германии, во Франции, в Англии, в Италии, в Америке их лечат на местах? А у нас, если что-то есть, то только в Москве. Зато у нас будет универсиада. Зато у нас будет Олимпиада. По интернету гуляет чудесная картинка. Кадр из утенка Дональда Дака. Все америкосы проклятые. Как он радостно съезжает на лыжах, с горы из золотых червонцев, огибая елочки и зеленых долларов. И написано, «Сочи-2014». Вот как они издеваются над нами. Таким образом, вот радуйтесь, зато мы победим. Все остальное не имеет никакого значения. Я не должен говорить, что это плохо кончится, то меня обвинят в патрихательстве. И вот царизм. Если бы царизм чего-то стоил, то он бы не организовал сам себе 17-й год. Если бы он чего-то к 17-му году стоил, он бы не дал свою семью перебить, как баранов. Если бы он чего-то стоил, он бы не отрекся и не позволил бы тебя свергнуть. Если бы он чего-то стоил, он бы не ввязался, как идиот полный, в Первую мировую войну. Хотя ему говорили все, что Льгина да Распутина, ваше величество, не суетесь в эту войну, это кончится крушением России. Сунулся. Так чего вы теперь хотите? Время Петру Первому и время Иосифу Сталину. Поздно, понимаете, плакать по голове, когда уже гильотину увезли. Ну, с другой стороны, 28% наших граждан по вопросу в целом не против возвращения монархии. Ну, может быть, в каком-то ином виде, не обязательно с этой династией, может быть, и с числа действующих политиков какого-нибудь короновать. Почему нет? Вы знаете, полгода массированной пропаганды по всем СМИ, и они захотят Чингисханов предводителей, потому что при нем были справедливые законы для монголов. Прием монголы владели всей вселенной, вы понимаете. Прием след остался на века, в быту был скромен, враги трепетали, друзья награждались, и развалы державы он бы не допустил. Элементарно. На Красной площади поставили бы Чингисхану памятник золота высотой метра 18. Народ, он склонен верить, понимаете. Вот консерватизм, ему что сказали? Он послушал, послушал. А когда он услышал 10 тысяч раз, то то, что он услышал 10 тысяч раз, стало его искренним убеждением. Кто того царя видел? Кто сегодня при том царизме жил? Это все, знаете, это такая объективная социальная эволюция. А давайте попробуем. Уже пробовали, спасибо. Ну, мне кажется, что можно это преподнести и так, 300 лет нерушимой дружбы России и Монголии. Ну, в свое время. Ну, справедливо. Я удивлен, я удивлен, почему это еще не написано в проекте учебника истории. При том, что, скажем, Бумилев Леври Ганович, он именно так и подходил к союзу Великой Степи и Древней Руси. Совершенно справедливо. Как вам вообще идея, вот сейчас постоянно обсуждаемая, вот этого учебника по истории? Вы знаете, единого. Они вместо единого учебника истории, по-моему, обсуждают концепцию, как нам всем сильно умным ученым-академикам понимать историю своей страны. Вот эти две вещи надо бы разделить. Если мы говорим о школьном учебнике и говорим, что вот в советское время образование было гораздо лучше, вот я учился в советское время, когда действительно школьное образование было очень хорошим. Мы что, хорошо знали историю? Даже лучшие из нас, к которым я имел честь относиться, знали ее более чем скромно в пределах одного весьма примитивного, весьма упрощенного учебника. Если им дать еще четыре учебника, то, как сказали, по-моему, не дали, как вчера, в какой-то передаче, да, что представьте себе школу, в которой у одних учебники истории по Звонидзе, а у других по Кургиняну. Какая у них общая родина? Учебник истории для школьников должен быть один. Для того, чтобы они знали хотя бы основные события, представляли себе хотя бы основную историческую конву, не путали хотя бы Петра Первого с Петром Апостолом, ну, что-нибудь такое в основах, да, уже учитель хорошо бы, если был бы человеком грамотным и считал бы разное, и говорил бы школьникам, что вы знаете, вообще-то возможно такое и такое, но этого я от вас не требую. Я требую, чтобы вы знали, вот тот минимум, минимум, миниморум, который заложен для вас, троглодитов, в учебнике, потому что недавно у меня журналистка берет интервью, я употребил ученое слово пятикантроп, нас в школе учили, что слово пятикантроп, так она сдала ссылку из Википедии, что такое пятикантроп, по ее мнению, нормальные люди этого не знают, это слишком сложно. Ну что, ссылку дала? Да, действительно. Да что, человек пойдет по ссылке и узнает? Да, да, совершенно верно. Журнал типа не то большой бизнес, не то малая яма, не то еще как-то. Так вот, школьник должен знать, кто такой пятикантроп, кто такой Владимир Мономах, кто такой Владимир Святой, что это не одно и то же, понимаете? А что касается разных учебников, не надо, потому что в самом деле у одних Сталин будет кровавый тиран, а у других Сталин будет эффективный менеджер. Давайте как-то договоримся об одном. У одних будут цари-идиоты, а большевики-молодцы, а у других наоборот. Школьный учебник должен быть один, он только не должен быть идиотским, он должен быть честным, он должен быть объективным, он должен иметь цельную концепцию того, что ты живешь не в помойной яме, а в великой стране, в которой было всякое, были великие подвиги, а были ужасные грязные промашки. Но это твоя Родина, великая страна. А у чем не должен быть один? Тут вот интересный аспект. А воспримут ли люди у нас, в нашей стране, если будет написано, что в великой стране были разные времена и разные события, часто не красящие эту великую страну, будут ли они тогда относиться к этой стране как к великой? Ведь у нас так, если ты признал свою ошибку, значит, ты слаб. Например, если ты сказал, что было что-то плохо, значит, ты никто. У тебя должно быть все хорошо. Это должно быть. Вы абсолютно правы. Такие вещи нужно очень грамотно дозировать. Для этого нужно быть умным автором учебника. Для этого нужно понимать психологию ученика. Это все равно, что говорить борщ. Посолить-то его надо, только не надо не бухать полпачки соли в кастрюлю. Так вот, когда ты пишешь учебник, это примерно то же самое. Правильное, гармоничное соотношение частей. Если ты вместо учебника зальешь все сиропом, то ученик скажет все вранье и будет выскивать черные факты. Если ты зальешь все черным, эту большую часть будет ультра-патриотами, которые будут вопить. Вот они, падлые. Они чернят наше славное прошлое. Сейчас мы построимся в колонну и всех их растопчем подкованными сапогами. Ну, нужно же как-то придерживаться не то, чтобы золотой середины, но какой-то разумной дороги, чтобы не свалиться в кювет ни слева, ни слева. Мне кажется, вы сами себе противоречите. С одной стороны, вы говорите, что население склонно верить тому, что ему говорят по телевизору. Вы сказали об этом пару ответов назад. Если им показывать про Мономаха, то они прекрасно поверят в Великую Монголию. Вот. А с другой стороны, вы говорите, что население так или иначе будет критически осознавать то или иное отклонение в учебнике. Одна секундочка. Я сказал, что если мы дадим стопроцентный сахар или стопроцентный деготь, вот в это уже не поверят. Если написать, что Чингисхан питался исключительно печенью христианских младенцев и был самый лучший повелитель, то вот в это уже не поверят и это уже никому не понравится. Точно так же, если писать, что вся наша история это сплошной сладостный подвиг, вы знаете, нельзя человек в этом убедить. Психология иначе устроена. Когда любой политтехнолог строит имидж какого-то кандидата, он его не лепит из чистого сахара. Надо как-то немного поумнее, понимаете. Возьмите вы то, что называется лицо доверия того же Харрисона Форда. Это не конфетная какая-то морда с мыльной обложки. Вот у нас у Лаврова, министра иностранных дел, лицо доверия. А вот, скажем, у Пескова, пресс-рекретаря, лицо полного недоверия. Я бы их лучше поменял местами, потому что президенту должны верить больше, чем какому-то министру иностранных дел. Интересно, у вас физиогномистика, да, как правильно называть? А вы на них посмотрите. Да, у меня другое восприятие, не буду говорить. Извините. Ничего, да, это отличный обмен мнениями. Давайте, я вот о чем, на самом деле, о восприятии, когда говорил. Вот, вам, наверное, известна акция художника Павленского, который прибил себя через мошонку на Красной площади. Да, он прибил себе яйца Красной площади и сообщил, что он художник. В таком случае, знаете, такие веселые блатные на зоне художники, до которых им далеко, которые пришивают себе пуговицы от бушлата к голову телу и так далее, так далее. Все это совершеннейшая белиберда. По-моему, ему лавры Пусси Рай не дают покоя. Ему еще нужно было к портрету не скажу кого, приклеить свое, не скажу что. Вот тогда он бы прославился, я вас уверяю, он себе прибил. По-моему, это модель сексуально неудовлетворенного человека. При всех этих вещах, тем не менее, образ человека, как он поясняет, образ общества, которое политично или атрофировано, да, сидит прибитое и смотрит на собственную мошонку, мне кажется, интересным. А по-моему, это всех сэшевинизм, а женщину за какое место прибивать? Нет, я совершенно не согласен. Прибил бы он себя за горло, за руку, за ногу, по-моему, это попахивает каким-то сексуальным извращенчеством, вы меня простите. Кроме того, я очень люблю всех этих уродов, не буду называть фамилию, которые то гадят на вернисажах, то на четвереньках скачут голыми и лают и объявляют, что это современное искусство. И вот тогда я вспоминаю ту самую пьесу Ханса Йоста, «Моя рука тянется к браунингу». Это ни в коем случае не про нас с вами, не дай бог, но эти уроды просто провоцируют все худшие чувства в человеке. Я не за запреты, но надо же называть вещи своими именами. Да, вот, кстати, о женщинах и о запретах. Еще одна инициатива госпожи Мизулиной, она тут пояснила, что не выступает за запрет, а хочет, чтобы общество обсудило важную тему суррогатного материнства. Ну, давайте раз общество будет с вами маленькая-маленькая крупица сейчас общества, давайте мы обсудим тему суррогатного материнства очень коротко. Может быть, действительно стоит запретить? Вы знаете, я думаю, что это не есть предмет обсуждения. Предмет обсуждения есть в Эмироне всех цивилизованных народов, и в частности самое ужасное и важное для России русского народа. Все современные цивилизованные народы находятся в стадии депопуляции, они не могут даже воспроизвести себя, рожать надо больше. Все, что этому способствует, хорошо, потому что это способствует тому, чтобы народ был жив. Все, что работает на уничтожение народа, плохо, потому что это работает на то, чтобы народа не стало. И когда это оправдывается якобы тем, что зато это гуманизм, это свобода выбора, человек должен иметь право... Не должен. Человек не должен иметь право быть животным. Человек не должен иметь право быть распутным кроликом, объясняя, что это его право. Если у него есть право быть животным, пускай он отправляется в леса, в резервацию для животных, и там живет среди животных. Потому что все, что уничтожает существующую мораль, все, что уничтожает существующую семью, уничтожает народ в целом. Потому что это аспекты неразмножения народа. Объяснение того, что... Размножение по искусству... Сейчас я договорю, я договорю, ладно? Это говорит о том, что иметь детей не обязательно, иметь семью не обязательно, жениться мужчине, женщине не обязательно, работать не обязательно, иметь родину не обязательно, все не обязательно. Только почему-то этих народов становится все меньше. Вы меня простите, это фашизм в шоколаде. Ваши многие коллеги по искусству, начал я говорить, они отнюдь не образцы морали и семейных ценностей, но, как говорится, любимых не за это, в том числе. Мы говорим сейчас не о людях искусства, многие из которых всегда вели богемный образ жизни, а обыватель видел только богемный образ жизни, а не искусство. Это такие тупые мещания от около искусства, которые всегда были во все времена. Мы говорим об активных общественных деятелях, мы говорим об идеологах тех движений, которые провозглашают себя борцами за новые ценности, за толерантность, за политкорректность. А по-моему, вот вчера был день полицейского, или как он там ныне называется, вот как раз полицейским есть чем заняться, да не сочтите меня ретроградом. Человек, который призывает к уничтожению своего народа, преступник. Я так думаю. Я так не понял, отношения к суррогатному интересу еще будет возможность... Меня не волнует это, если человек хочет иметь ребенка и не может по каким-то причинам. Ей женщина, которая согласна и так далее, и так далее, и пусть имеют. Спасибо, Михаил. Михаил Веллер у нас в гостях через пару минут после новостей. Реклама продолжим. Прошу прощения. Я просто заворачивался, сокращался и... Здравствуйте. На Филиппинах объявлено положение... Больше не позволю себе. Без-за последствий мощного трехуна в стране вводится госрегулирование цен на предмет первой необходимости и применение строгих мер к спекулянтам. Челлужерстяки приближается к спекулянтам к 2000 человек. СМИ приводят информацию о более чем 10 тысячах погибших. Сейчас тайфун находится на территории Вьетнама. Скорость ветра в его эпицентре достигает 275 км в час. В Москве и Киеве пока хранят молчание по поводу прекращения закупок российского газа нафтогазом Украины. О том, что импорт из России был полностью остановлен 8 ноября, сообщили Интерфаксу в Центральном диспетчерском управлении ТЭК. В нафтогазе и Тартас сказали, что не будут ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. В Газпроме вообще никак не комментировали ситуацию. Прекращение, причины прекращения закупок, а также сроки возможного возобновления неизвестны. Напомню, Украина давно безуспешно добивается от Москвы снижения цен на газ. Разделить полицию на муниципальную, региональную и федеральную предложил комитет гражданских инициатив, который возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин. Эксперты предложили свою концепцию реформы правоохранительных органов, в том числе существенным пересмотром функций наркоконтроля и Следственного комитета. Заключительным шагом реформы должно стать расформирование МВД в его нынешнем виде, говорится в документе. Составители отмечают, что это повысит доверие граждан к полиции, который сейчас находится на очень низком уровне, и улучшит управление системой. Предложенная реформа не нашла широкой поддержки в областных кругах. Полгода ограничения свободы за жестокое обращение с животными получил 33-летний москвич, как сообщает Интерфакт с особой на пресс-службу Хорошевского суда в состоянии алкогольного опьянения осужденный задушил руками кошку, а затем веревкой собаку. Мотивы осужденного не называются, признал ли он себя виновным, также не уточняется. К этой минуте у меня все. Роман Плюсов, служба информации, Эхо Москвы. Михаил Иванович, а вы смотрели фильм «Рассказы» «Наше отечество»? Я даже не знаю, что это. Я не помню фамилию режиссера, он был у нас здесь на Эхе. Очень хорошо, фильм состоящий из четырех новол, а современной жизни, нет, это как раз к Пятикантропу. Рассказов? Рассказы. Рассказы? Рассказы, да. Вот кино называется «Рассказы». Надо будет... Очень неплохой фильм. Если оно висит еще. Да, да, да. Ну, наверняка есть. Спасибо. Да, есть. Ну, в смысле, в прокате его, наверное, нет, но если кто-то только в киноцентре, где там крутят долг. Вот. А так, я думаю, в интернете найти без проблем. Одна вот про Пятикантропу очень прямо... Это чистая правда. Я не помню, как же он называется, но типа большой бизнес. Интервью было по телефону. Она очень старательная и точно все напечатала. И когда я получил эту ссылку, я рот открыл. Я с ним потом был по телефону, она совершенно искала. А мы не знаем. Михаил Виллер, писатель сегодня, ваш и наш гость, наш герой программы «Особое мнение». Продолжаем. 7-985-970-45-45-45. Это смс для ваших вопросов. Также их можно задавать через Твиттер. Аккаунт вызван называется. И вот один из вопросов, который был задан на сайт. Михаил Виллер, почему депутатам так мало платят? Есть ли счет, куда перечислить им деньги для помощи? Да, совершенно справедливо. Вот я бы тоже копеек 10 послал бы. На самом деле это в русле общего совершенно безмерного цинизма, совершенно безмерного школьничества, когда никто не стесняется своего обогащения всемирного, всеми доступными способами, в общем и целом. Лично мне неизвестен сегодня депутат. Я могу сильно ошибаться. Я же думаю, не знаю, но что-то там вряд ли большинство людей живет на депутатскую зарплату. Может быть я ошибаюсь, но по-моему как-то нет. И еще им за это приплачивают, вы понимаете? Они светятся, а еще им за это приплачивают. Они лоббируют, хотят интересы, а еще им за это приплачивают. По-моему это глубоко безнравственно. Когда объявляют раз за разом сбор средств на больных детей, потому что нефтяных денег сотен миллиардов долларов угнанных не хватает на больных детей. Когда объявляют на какие-то школьные инициативы, адаптацию детей, которые плохо владеют русским языком, а депутатам мы повысим зарплату. После этого они хотят, чтобы народ уважал правительство. Вот поэтому Красноярская универсиада, пусть занимаются какой-нибудь фигней, пусть лучше ненавидят глупую универсиаду, чем родных депутатов, которые официально... Зачем эти деньги официально? Но, надо сказать, с самого начала, когда Путин стал президентом, он тут же, совершенно откровенно, цинично к первому мая, повысил зарплату чиновникам в несколько раз, по-моему, по-моему, раза в три. Но потому что правильно, потому что административный аппарат государства должен быть за конкретно лидера. Так делали всегда все, и Сталин так же делал, и Хрущев так же делал, то есть все это политика примитивная, лобовая, но отлично срабатывает. Депутатам дали, чтобы они лучше поддерживали правительство. Ну, а потом они сказали, вы знаете, мы как бы там тип сами и так далее. Все это постыдно, здесь не о чем говорить, это позорище страны третьего мира, где, с одной стороны, нищие, которые, работая на зарплату, прокормиться толком не может полстраны, а другие по росту миллиардеров первые в мире, и все это на сырье, и никому не стыдно. Вот они наверху там сидят, и им никому не стыдно. И ни один не сказал, я отказываюсь от зарплаты. Ой, один, правда? Боже мой. Как я нею? Повысь ему зарплату в два раза. Кто это был? Илья Ванумарев? Слушайте, он сказал, одна отбавки, не от зарплаты, а от надбавки. И уже хорошо, и уже в два раза лучше остальных. Или в полтора, надо посчитать по зарплате. Меня это бесстыдство все-таки огорчает. Ну, ну, чего они после этого хотят? Они думают, что рыба тухнет в головы, так это место называется не головой. Слушайте, я слышал такие аргументы, что, а что вы хотите, чтобы у них была нищенская зарплата? Если будет нищенская зарплата, они еще больше будут лоббировать и так далее. С другой стороны, они же, ну, не все законопроекты, которые они предлагают, мы с ними не согласны. Кто-то не согласен там с Мизулиной по суррогатному терминству, то даже это не законопроект, а идея. Например, о сепаратизме. Ну, прекрасный законопроект, от 10 до 20 лет. Молодцы депутаты. Значит, что касается того, что бы с ними сделать. Ну, работали бы, делали бы, дорогу бы строили, Москва, Владивосток, строили бы дорогу, бульдозеры бы купили, которые 80 сантиметров мерзлоты, американские, японские сразу снимают, строили бы дорогу, они все равно фигней занимаются. Что же касается вот этих призывов к сепаратизму в начале 80-х годов? Прошлого века среди народа пошла информация, что в армию призывается более 50% мусульман с Кавказа и из Средней Азии. И что это говорит о том, что что-то такое происходит, что оно надламывается, то, что если в армии будет больше мусульман, то что-то все это будет не то, не так, и так далее, и так далее. Было запрещено говорить о сепаратизме, и вот развалилось на куски. Значит, для того, чтобы болезнь лечить, нужно сначала поставить диагноз, потом определить лечение, а потом его проводить. Если стране, предположим, стране Австразия грозит распасться на части, то сначала нужно сказать, знаете, ребята, вот по всем выкладкам получается, что если дальше будет как сейчас, то не через 3 года, так через 8, страна распадется на части. Могу сказать, на какие. И я полагаю, что для того, чтобы она не распалась на части, нужно сделать то-то, то-то и то-то. А если этого не делать, то она распадется. Ну, вместо этого, скажем, как там ее звали, Кассандра, да, которая вопила, вижу трое, павшие в прах. Вместо этого, какая свобода слова, какая что, сволочь, ты посмел сказать, что этот человек больной? Это Чукча пилит сук, проходит геолога, говорит, допилишь, упадешь, иди вон, говорит Чукча, допиливает, падает, ушибается, приходит тебя и говорит вслед геологу, ой, русский злой колдун. Вот, например, такой же самый закон. Ты говоришь, что распадется, сейчас тебя, может быть, посадят, а вот если распадется, вообще пришибут. Это значит, ты накликал. Потому что происходящее мне представляется, носит угрожающий характер, и то, что сейчас наверху настолько зашевелились, не смейте упоминать о симпатизме, до дня не проходящего в Дагестане, кого-нибудь взорвали, и так далее, и так далее, и так далее. Означает, что дело действительно пахнет керосином, и что лучше молчать. Всем молчать и делать вид, что трамвай едет. Это добром не кончится. Вот это закручивание гаек по периметру добром не кончится, потому что любого можно посадить. С любым можно сделать что угодно. Но положение вещей общее от этого не изменится, а оно у нас угрожающее. Северокавказский вопрос уже всем навяз в зубах. Делать вид, что его нет, и все отлично, оно вряд ли получится. Именно северокавказский, потому что, когда вы Пугачевски, значит, убили... Пугачеви. Я прошу прощения, Пугачеви. Три брата, двоюродных брата зарезали десантника, который был татарином по национальному происхождению, не волновало город, кто он там по происхождению, русский татарин, Удмурт или кто еще. Вот этот был наш, он такой же, как мы. А вот эти вот не наши. Дело не в том, мусульманин был убитый, не мусульманин, дело не в вероисповедании, дело в том, как ты себя ведешь, что ты думаешь о себе и о других, что ты из себя представляешь, и что ты собираешься вообще по жизни делать. Вот здесь покуда не срастается... Может, спасет нас идеология? Вот в Санкт-Петербурге вроде бы ректорам предписали назначить в своем вузе ответственного за идеологическую работу Совет Ректоров. У нас на сайте история была. Да, я видел. Может, и хорошо. Это прекрасно. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной, на той единственной гражданской. Всех поздравляем с тем, что февральскую революцию и октябрьскую объединились с гражданской войной и образованием Советского Союза. Молодцы. Они очень ловко фальсифицируют, переписывают историю, говоря, что вот теперь мы будем так. При этом за фальсификацию они тоже грозят сажать. А что они делают сами? Это вот что касается идеологии. Это означает, что в каждом вузе должен быть замполит. Там же написано назначить ответственных. И этот замполит должен проводить идеологию. А мы все кричим, что нет никакой идеологии. А идеология – это чтобы портрет губернатора, портрет мэра, портрет президента и председателя Совета министров, я думаю, что еще портрет патриарха и последнего государя-императора. И все дружно, под хорубьями, с эпиграфом из Куприна. Знамя есть священная хирургва, которая и которой. Так что здесь, вот понимаете, вся идеология. Казалось бы, если вы хотите научить школьников, а вот студентов любить Родину, знаете, пускай в школах будет живой уголок, пускай там будут какие-то животные, люди вообще любят животных, а дети в особенности. Это животные, которые живут рядом с ними, вот рядом с этим городом, деревней, в их стране. Это Родина, это то, что ты живешь. Пусть там будет какой-то там, только не глупый, что-то вроде Кривейческого музея, кто тут был и что тут сделал. Потому что есть о чем писать и есть кем гордиться. Ну это все сложно, потому что власть коптирует дебилов. Чем хорош дебил? Поскольку он дебил, и думать не в состоянии, то он делает верноподданные глаза. Вид себя приводает, согласно завещаниям государя Петра Первого, придурковатым молодцеватым. И с этим придурковатым молодцеватым видом бросается исполнять любые желания, которые читает в глазах начальства. А читает он с ошибками. Зато он не будет никаких заговоров, ничего там. Так что вот не нравился нам с вами Сурков, что-то он, Владислав Юрьевич, такой мудрил, такой коварный, такой. Вот теперь Володин, человек простой, прямой, практический. Всем молчать в вузах идеологию. Я не знаю, чем это кончится, но пока это все интересно. Пока это действительно все напоминает очередной период репрессанса, который кончается очередным лопанием котла, превращающегося в воздушный шарик. Писатель Михаил Веллер сегодня отвечал на ваши и частично на мои вопросы. Большое спасибо, Михаил Ильич, до встречи. Большое спасибо всем. Я могу еще, извините, что пока все. До свидания. Счастливо. Не успели послушать передачу? Спасибо. Спасибо большое.